Это как два человека, которые стоят на крыльце церкви, разговаривают, и один из них спрашивает, что ты думаешь об этом крещении Духом Святым, которым увлеклись люди в той и другой церкви? О, я не знаю. А что ты думаешь об этом говорении на иных языках? Я не думаю, что мы должны позволить этому начаться в нашей церкви. Ты согласен? Да, согласен. По-моему, это от дьявола. По-моему, тоже. У тебя закурить не найдется. Я не преувеличиваю. Но вы можете зайти в свою собственную молитвенную комнату и практиковать молитву в Духе перед Господом. Иисус сам сказал, если сын придет к отцу и попросит у него хлеба или рыбы, разве он даст ему скорпиона, камень или что-нибудь еще в этом роде? Нет. Вы можете иметь веру и покоиться в Боге. Вы не получите что-то не то. Аминь. Знаете, брат Копланд, мне бы не хотелось позволять выходить из меня каким-то изречением. Это может быть не от Бога. Вы имеете в виду, что это может быть от вас? О, да. Это чему-то повредит? Подождите минутку. В Слове Божьем сказано, что я буду молиться Духом, буду молиться и умом. Вам повредит молиться? Я буду петь с Духом, буду петь и умом. Вам повредит петь? Нет. Аминь. У нас был на этот счет страх, тогда как наоборот должна была быть вера. Скажите, Господь, я хочу развиваться в этом, я хочу развиваться в этой сверхъестественной молитвенной жизни. Я просто буду молиться в Духе, слава Богу. В тот вечер, когда я был крещен Духом Святым, я не разбирался и не знал Писания. Я ничего не знал о Библии. Когда я спасся, я не знал, где моя Библия. Мы были в небольшом городке в Восточном Техасе, и мне нужно было в тот вечер вернуться в Литл Рок, штат Арканзас. Глория оставалась там. Она приняла его на следующий день, и, Боже мой, сила Божия сошла на меня. И я начал прославлять и поклоняться Богу на иных языках. Это было чем-то настолько удивительным. Но позже, в тот вечер, мне нужно было садиться в самолет и лететь обратно в Литл Рок. Мы ушли со служения, сели в самолет. Это была яркая, прекрасная, прохладная ночь. В январе 1963 года. Я сел в самолет и взял курс обратно, на Литл Рок. И это была просто замечательная и ясная ночь. Можно было видеть намного километров вперед. Я включил автопилота, просто сидел, думая о том, что со мной произошло. И я сказал, «Господь, я ничего об этом не знаю». Я услышал об этом только пару дней назад. Но я буду снова это делать. Понимаете, меня никто в действительности не учил бояться этого. Я пришел с улицы, и я не знал, что этого нужно бояться. Я сказал, «Я буду снова это делать». И если это ты, и если в этом что-то есть, тогда просто бери и помазывай это. Делай то, что ты хочешь с этим делать. Но если ты не будешь это помазывать, то я не думаю, что буду продолжать иметь с этим что-то общее. Я просто выбрал пару слов, которые я вроде бы услышал, исходящим из моих уст, и произнес их. Я не боялся, что самолет из-за этого упадет, или что в меня ударит молния, повергнув меня на землю. Знаете, если Бог хотел повергнуть вас на землю, то Он сделал бы это еще тогда, когда из ваших уст исходили проклятие и ругательство, а не тогда, когда вы молились. Я просто сказал одно-два слова. И у меня было такое ощущение, как будто у этого было что-то вроде крюка. И он просто опустился туда, зацепил это и поднял наверх. Скажу вам, я действительно хорошо провел время. Я наслаждался этим. Я уже издалека мог видеть огни Литтл Рока. Я просто молился и восклицал в том маленьком старом самолете. Я замечательно провел время. И я подумал, о! Осталось 20 миль. Я должен предупредить службу контроля захода на посадку. Как же из меня выйдут слова? Они смогут меня понять? Я ничего об этом не знал. Я не знал. Я не знал, что иные языки подвластны мне. Писание говорит, что они подвластны вам. Но я этого не знал. Я все еще продолжал молиться на иных языках и думал, Господь, мне нужно связаться с этими людьми. Ты должен исправить либо их уши, либо мои языки. Мне все равно, что именно, но мне нужно с ними связаться. Я сказал, служба контроля захода на посадку Литтл Рока. И, к моему удивлению, я сказал это на английском. Я подумал, слава Богу. Мне просто хотелось кричать на ухо тому человеку. Настолько я был счастлив. Настолько я был полон радости. И вы должны понять, что до того, как я спасся, а это произошло буквально месяцем ранее, моя жизнь многие годы представляла собой сущий ад. Я был наполнен этим мучением. Я был зол на весь мир. У меня было озлобленное сердце. И вот, когда уже чуть больше месяца я пребывал в мире Божьем, тут произошло еще и это. Для меня это были просто небеса на земле. Я приземлился, остановился, выпрыгнул у самолета и просто танцевал, спускаясь по трапу. Я восклицал, прославлял Бога и отлично проводил время. Аллилуйя. По-прежнему так ничего я не знаю о Слове Божьем. И со временем мы начали больше узнавать, я начал больше понимать, опираясь на свой собственный опыт, опираясь на Слово Божье. Я начал понимать по мере того, как Бог меня учил, что это нужно развивать. И в церквях. Так много духовного владенчества, именно потому, что люди практикуют это только в церкви. Дома они никогда не проводят время, молясь в Духе Святом. И в большинстве случаев по дороге в церковь они ругаются и спорят, а затем приходят туда и говорят, «Да, Аллилуйя, так говорит Господь». Я хочу вам кое-что сказать. Эти дни навсегда канули в прошлое. Аминь. Это жизнь завета с Богом всемогущим, которой вы живете семь дней в неделю. Аминь. Аллилуйя. Мы ходим в церковь не для того, чтобы у нас был Бог. Мы ходим в церковь потому, что у нас есть Бог. Я имею в виду, что мы живем и практикуем это всю неделю. Практикуем любовь. Практикуем любовь к Божью. Посмотрите 16 стих. Четвертой главы послания к римлянам. По вере, чтобы было по милости, дабы обетование было не приложено для всех. Для кого? Всех. Не только по закону, но и по вере потомков Авраама, который есть Отец всем нам. Как написано, «Я поставил тебя отцом многих народов, пред Богом». У меня возле слова «пред» стоит маленькая цифра. И в сноске говорится «или подобно Богу». Поэтому давайте прочитаем это следующим образом. «Подобно Богу, который есть любовь, которому он поверил, животворящий мертвых и называющий несуществующие, как существующие». Он поступал здесь подобно Богу, не так ли? Называя несуществующие, как существующие. Бог рассердился на него за то, что он это делал? Нет. Если Бог хотел на него рассердиться, то он рассердился бы на него, если бы Авраам этого не делал. Быстренько откройте со мной послание к Ефесянам. Я хочу, чтобы вы первым делом посмотрели пятую главу. Пятая глава послания к Ефесянам. «Итак, подражайте Богу, как чадо возлюбленное, и живите в любви, как и Христос помазанный возлюбил нас и предал себя за нас в приношение и жертву Богу, в благоухание приятное». Чем больше вы поступаете подобно Богу, тем более приятным благоуханием вы являетесь для Его носа, и Его глаз, и Его ушей, слава Богу. Вы просто чадо Его сердца. Почему? Потому что вы пытаетесь поступать подобно Ему. Вот почему. Аминь. Слово «подражать» является переводом греческого слова «мимитес». Именно так оно и произносится. А оно означает «имитировать». «Имитируйте Бога, подобно тому, как маленькие дети имитируют своих родителей». Как? Ходя в любви, как Иисус. Разве не об этом здесь говорится? Здесь говорится о том, что практиковать присутствие Божие. Здесь говорится о том, что практиковать любовь Божью. Здесь говорится о том, что практиковать веру. Вы заходите в магазин и говорите, Господь, ты знаешь, мне очень нужна новая пара носков. И мне нужен новый ремень. Положите свою кредитную карточку обратно в карман. Господь, ты видишь это? Мне нужно пять пар. Ты знаешь мой размер. Положите их и скажите, мне нужно три пары синих, три пары черных и одна пара коричневых. Это то, что мне нужно. Что вы будете делать дальше? Когда молитесь, верьте, что получаете. Я верю, что получаю свои носки. Мне нужны эти носки, я благодарю и прославляю тебя за них, Господь. Они мои. Что вы делаете дальше? Сеете какое-то семя. Теперь, Господь, мне нужно посеять для этого семя. Поэтому просто покажи мне, где и когда, и я это сделаю. Спасибо тебе за мои носки. Слава Богу. Вы знаете, что Иисус любит меня? Он любит меня, и я получаю от Него свои носки. Понимаете, если бы я Его не знал, если бы мы не находились в этой среде, Он посмотрел бы на меня и сказал, но я знаю, что говорю. Иисус сказал, что я могу иметь то, что говорю. Я развиваю это. Я развиваю свою веру. Я развиваю Его присутствие и мою уверенность в Боге, постоянно применяя Его Слово. И каждый раз, когда что-то закрадывается в ваш разум и говорит, «К Богу нет до твоих носков никакого дела». Остановитесь и громко скажите. Я не буду даже думать об этом. Чтобы что-то говорило мне, будто моему Богу нет до меня никакого дела, даже если речь идет о моих носках. Скажу вам прямо сейчас. Мой Бог любит меня так же сильно, как Он любит Иисуса. Иисус так сказал в 23 стихе 17 главы Евангелия Атеана. Я принимаю это. Я принимаю любовь Божию в своем сердце. Я принимаю то, что любовь Божия и злилась в мое сердце. Я принимаю то, что любовь Отца, которой Он возлюбил Иисуса, живет и пребывает во мне. Вместе с верой и надеждой. Аллилуйя. Атакуйте эту мысль и плените ее в послушании Христу Иисусу. Делайте это постоянно. Знаете, что происходит, когда случается какая-то большая беда? Вы просто начинаете действовать. Вам даже не нужно останавливаться и задумываться об этом. Я имею в виду, что вы практиковались, брат, слава Богу. Практика делает совершенным. Да. Да. А совершенная любовь изгоняет страх. Теперь откройте 10 стих 6 главы послания к Ефесянам. «Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его». Вы не можете укрепляться и становиться сильным, не практикуясь. Облекитесь во всеоружии Божьи, чтобы вам можно было стать против козни дьявольских. Потому что наше брание против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных. Вы заметили, здесь сказано, что мы сражаемся не с плотью и кровью. Нет. С плотью и кровью означает с людьми. Мы не сражаемся с людьми. Люди не являются нашей проблемой. Если с людьми что-то не так, то виной этому дьяволу. Уберите от человека дьявола, и этот человек обратится к Богу. Так оно и есть. Если с людьми что-то не так, то виной этому дьяволу. Поэтому что вы делаете? Вы практикуете по отношению к людям любовь, независимо от того, знают они об этом или нет. Вы будете удивлены тем, как они начнут отвечать и реагировать. Даже если вы находитесь за тысячу километров и практикуете Божью любовь. В духовной сфере нет ни времени, ни расстояния. Не пытайтесь контролировать их, представляя их себе и любя их в своем разуме. И пытаясь изменить их образ мышления, чтобы они делали то, что вы хотите, чтобы они делали. Нет, 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 нет. Это не от Бога. Это колдовство, это контроль. Это не работает. Это уже не ваше дело. Ваше дело любить, и ваше дело преследовать дьявола. Я имею в виду преследовать его с ножом и вилкой. Аминь колоть, резать, гонять и тыкать в него. Задайте ему. Что здесь сказано? Здесь сказано укрепляться и быть сильными в Господе. А перед этим Павел говорил о том, чтобы поступать подобно Богу. Иногда становитесь перед зеркалом и надевайте шлем спасения. Застегивайте его под подбородком. О, брат Коплант, это глупо. Это не глупо, если вы хотите быть сильными. Это не какая-то метафора, это не какая-то идея. Это реальность. И вам нужно это делать, чтобы это отпечаталось в вашем сознании и отпечаталось в вашем образе мышления. Оденьте этот шлем, введьте себя в нем. Наденьте броню праведности. Аминь. Это Божья праведность. Она даже не обязательно должна быть вам по размеру. Это оружие. Это Божье оружие. И вы имеете право его носить. Обуйтесь в готовность проповедовать Евангелие мира. Евангелие того, что все на месте, ничего не сломано. Библия говорит, что Евангелие есть сила Божья. Итак, о чем здесь говорится? Мы ходим в силе. Припаяшьте чресла ваши словом живого Бога. Римский солдат сразу же мог превратить парадную форму в боевую, потому что ему для этого было достаточно просто взять задний ее подол, вот так вот припоясаться, подтянуть его сюда, надеть ремень, припоясаться, повесить на пояс оружие, и он готов. Аминь. Именно об этом и говорил апостол Павел. Ваши чресла припоясаны. Вы застегнули ремень. Вашим оружейным ремнем является Слово живого Бога. Меч – это Слово живого Бога. Щит веры. Он сказал, апачи всего, возьмите щит вера. Это имеет двойное значение. Каждый элемент этого оружия работает с верой. Вера – спасение. Праведность – поверие. Слово Божье, растворенное верой. Мы ходим в Евангелие и проповедуем его верой. Аминь. Второе значение. А паче всего. Этот щит закроет вас с головы до ног. Ходите в этом оружии подобно Богу. Не ходите в нем подобно сатане. И послушайте. Сатана говорит. Кто это в Божьей амуниции? Это не Бог. Опустите забрало. Выпрямьтесь и ходите в ней. Аминь. У меня есть право на эту амуницию. Прочитайте 59 главу книги пророка Исаия. У него не было человека. Поэтому Божья правая рука взяла ризу мщения и ходатайства и принесла ему спасение. Видьте себя, как вы приходите перед Богом. Становитесь на колени. Ударяете себя в грудь и говорите. Мой Господь. Мой Бог. Мой Царь. Я сражаюсь сражением царства против армии тьмы во имя Иисуса. Твои битвы. Мои битвы. Мои битвы. Твои битвы. Мы команда Завета. И я в твоем распоряжении. Аминь. Именно поэтому дьявол не хочет, чтобы вы ходили в такую церковь. Именно поэтому дьявол не хочет, чтобы вы смотрели такую телепередачу. Именно поэтому дьявол не хочет, чтобы вы слушали эти кассеты, читали эти книги и узнавали, кем вы являетесь. Узнавали, что вы являетесь праведностью Божией. Узнавали, что Слово Божье в ваших устах имеет власть победителя. Аллилуйя. Боже мой. Слава Иисусу. И чем больше вы практикуетесь, тем более умело вы обращаетесь с этим мечом, и вы говорите. Эй, сатана, подержи-ка это. И вы вонзаете в него меч, проворачиваете его и не отпускаете дьявола. Поймайте его и просто продолжайте вонзать в него этот меч. И чем дальше он пытается убежать, тем длиннее становится этот меч. Он не может убежать. Он не может спрятаться от него даже в аду. Понимаете? В конце концов, если вы просто продолжаете это делать, просто продолжаете делать то, что сказал Иисус, сатана написано. Вам придется проводить время Слове Божьем и узнавать, что именно написано. Возьмите и узнайте это. Именно поэтому мы и помогаем вам все это изучать. Через какое-то время вам достаточно будет лишь слегка постучать своим мечом, и он сорвется с места. Я слышал, что Джон Остин однажды рассказывал, как Господь показал ему это. Вот идет дьявол, и рядом с ним 4-5 маленьких бесенка. И они идут по улице. И дьявол говорит, хорошо, бесенок, отправляйся в этот дом. Они идут дальше, и он говорит, хорошо, бесенок, отправляйся в этот дом. А третий говорит, я хочу пойти в тот дом. А что дьявол говорит, нет, 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 не ходи туда. Нет, отправляйся лучше вон в тот дом. Я хочу идти в этот. Нет, только не в этот. Эти люди на тебе живого места не оставят. Держись от них подальше, бесенок Тебе с этим не справиться Тебе не справиться с той пожилой женщиной Однажды я зашел в дом, когда проповедники Баптиста Расходились после молитвенной группы моей мамы Они меня не знали И когда они выходили, я услышал их разговор И один из них сказал Я такого еще не слышал, а ты? Второй ответил, да, знаешь Когда она закончила разбираться с дьяволом Я впервые в своей жизни и служении посочувствовал сатане Именно так будет и в вашей семье Мы вернемся через минуту Каждая пятница на передаче Победоносный голос верующего является днем пожертвований Если вы были благословлены на этой неделе Словом Божьим Учением Слова Божьего Тогда помолитесь об этом И посмотрите Как Бог хочет, чтобы вы участвовали в финансовом плане В этой передаче В ее производстве В оплате эфирного времени и так далее Некоторые думают, что нам просто дарят это эфирное время Хотелось бы, но это не так Покупка эфирного времени Обходится нам в 25-30 миллионов долларов в год И сейчас мы находимся в процессе его удвоения Потому что Бог дал нам удвоение Слава Богу Аминь Поэтому верьте об этом вместе с нами И делайте то, что говорит вам Господь В 38-м стихе 6 главы Евангелия от Лукиисус сказал Давайте дастся вам Меру добрую, трясенной, нагнетенной и переполненную Оцыплет вам в лона ваше Ибо какую меру мерите Такое же отмерится и вам Слава Богу Отец, мы молимся за эти даяния Пожертвования и финансовые семена Твоего народа Мы принимаем их в вере И мы благословляем их силой и помазанием Божиим И умножаем их Мы сеем в Царство Божье В этих телепередачах по всему миру И мы благодарим тебя за их урожай Помните, если вы смотрите наши передачи За пределами Соединенных Штатов Ваше пожертвование остается в том регионе В офис, которого вы его отправляете Оно будет служить там Оно не уходит Соединенных Штатов Ваше пожертвование останется в том же регионе Где бы вы ни были, оно останется в том же регионе И будет служить там, где вы находитесь Поэтому, слава Богу за это Я хочу, чтобы вы стали частью хорошей церкви Я хочу, чтобы вы взяли то, чему вы научились И практиковали это Делились этим с другими людьми И несли восхищение и радость везде Куда бы вы ни шли Слава Богу! Вы можете делать одно из двух Вы можете приносить либо пробуждение Либо возмущение Слава Богу! Но приносите либо одно, либо другое Аллилуйя! Просто выступите с тем, что вложил в вас Бог Слава Господу! Если вы хотите получить наши книги То напишите нам по адресу, который вы видите на экране И мы вышлем их вам совершенно бесплатно Мы нужны друг другу Нам нужен Иисус Но подумайте Мы есть друг у друга И у нас есть Иисус И вместе мы можем это сделать Аллилуйя! Аминь! До следующей встречи! А пока я, Кеннет Копланд, снова напоминаю вам Иисус Господь!